Я тут обратила внимание, что, ну уже давно, конечно, еще давно-давно-давно, что как-то вот в шкафу, где мы храним свое белье, по крайней мере у меня, может быть не у всех так, но вот у меня, если я храню свое постельное белье, там какие-то одеяла, подушки запасные, а вот через какое-то время ты открываешь, шкаф открываешь и смотришь, не смотришь, а чувствуешь такой какой-то запах. Вот мне это очень нравится. Я вот всегда покупала какие-то в магазине, там какие-нибудь дужки, травки, там все такое, ну в основном какие-то такие разные там брызгалки и все такое, чтобы побрызгать можно было в шкафу, но это все настолько ненадолго хватает или что, и какое-то время проходит, там месяц или два, и все, и уже ничего не пахнет у тебя в шкафу хорошо. Ну вот, я думаю, думала, что бы такое сделать, чтобы в шкафу хорошо пахло, в шкафу, в доме, я очень люблю, чтобы у меня в доме хороший запах такой был, приятный. И я, конечно, выращиваю лаванду, и вот несколько лет назад я все время делала лаванду. Я ее обрезаю и сворачиваю в такие пучки, или вот у меня есть такие мешочки, вот такие, и я ставлю эти лаванду в мешочки. А в этом году я решила попробовать полынь. Эту идею мне подала моя сестра. Она приезжала ко мне в гости в июне, и мы ходили, ну вот я живу, я сейчас покажу, кстати, где я ее собирала, эту полынь. И я, мы сидели как-то на балконе, и она смотрит, говорит, ой, у тебя столько полыни растет много вокруг нашего дома. Я говорю, да, она говорит, вот хорошо бы ее собрать, посушить и вот сделать такие вот штучки для шкафа. Вот я хочу сейчас, я потом уже покажу, что я сделала, что я здесь наготовила. А сейчас хочу показать вот эту всякую полынь, полынь, которая у нас растет. Даже выходить никуда не надо из дома. Сейчас мы пойдем, и я вам покажу, где у меня растет полынь. Вот мы сейчас отсюда выберемся. Это мой задний двор здесь, вот где я сидела, тут работала. И мы не так уж далеко выйдем. И пройдем на задний двор. Выйдем с моего двора. Я вам покажу, где у меня растет целое поле полыни. Я сейчас буду пробираться по какой дикой траве полыни. И хочу вот рассказать меня у нас в доме, не в доме, извините, пожалуйста. У нас во дворе у меня очень много камней. И вот эти камни, видите, огромные камни вот такие вот. Они у нас просто везде есть. Их полно. И когда люди строят дом, вот этот свободный участок сейчас вот здесь. И когда люди будут строить дом, они будут рыть здесь, ну как подвал или там для своего дома. И будут врывать в некоторых участках огромные-огромные камни. Прямо, ну вот такие, только они под землей. И, конечно, приходится некоторым людям, которые строят дома, нанимать большие такие машины, которые будут эти камни рубить, на кусочки разрыхлять и вытаскивать. Потому что, конечно, вот такой камень вытащить из земли очень тяжело. Но вот с одной стороны это плохо, а вот с другой стороны это хорошо. Потому что, например, человек, который купит вот этот участок, этот участок еще здесь не продан. Вот когда они купят этот участок, они будут иметь такие камни. Посмотрите, какие красивые камни. Вообще, если покупать эти камни в магаз... В это покупать их, ну там не в магазинах, ну в специальных магазинах, на этих, как этих, для садов и огородов, для украшений всяких разных, то такие камни будут стоить очень-очень дорого. Вот. А здесь вот у тебя уже есть. Вот взял их. Когда дом строишь, их в сторонку отодвигают. И потом уже, когда делают ландскейпинг, уже украшают это все. Свой сад, огород. И вот они и ставят эти камни. Вот у нас такой вид красивый отсюда. Вот она растет. Целая гора ее. Если вы вот туда вот посмотришь, это все вот полынь. У нас полыни очень много, потому что это горная пустыня. И полынь растет в горной пустыне очень хорошо. А вот там растут такие полцов мухи. Там вдалеке. И вот она, если полынь это уже старая, то она будет вот такая. Я не знаю, вот как в России. Я вот когда жила в Молдавии, росла. У нас полынь росла, но я вот что-то не помню, чтобы она была вот такая древесная. Вот прямо вот такая древесная, как дерево. Очень сухая. Вот такая. Вот такие прямо большие. Прямо как дерево растет. Вот так вот. Вот так у нас горы. Ну вот. Сейчас почапаем назад. Вот оно такое деревце тоже, это полынивое. То есть я сюда вышла, вот настригла сколько мне надо, сколько моя душа пожелала. И я это сам взяла, положила эту полынь, постриженную, в свой домик, в сарайчик. И разложила ее на полу. И дала ей посушиться. Она у меня где-то, погода была хорошая, жаркая. Полынь тоже цветет. Смотрите, как она цветет красиво. Такая вот. Красиво. Вот она тоже. Она уже цвела один раз, но я смотрю, она уже будет цвести второй раз. Вот такие бутончики на ней. Она будет цвести второй раз. Да, зацветает. Вот уже второй раз будет цвести. Интересно как. Я как-то раньше даже и не замечала, что полынь цветет два раза в год. Ну вот, я ее расстелила, оставила там на недельку. Она у меня хорошо подсохла. Можно ее связать в пучки и повесить куда-то. Но я ее просто разложила на полу. У меня там никто не ходит, кроме меня так особенно. Вот. Никто ее не беспокоил. И она подсохла. И вот сейчас уже прошло две недели. Упс. Упс. О, мой гаж. И я ее собрала. И я сейчас вам покажу, что я из нее делаю. Вот я хочу показать, что получилось из этой полыни. Вот я собрала. Вот у меня такая горка получилась. Я вот так нарезала ее. Она сухая. Вот. Вот такая. И что я с ней делаю. Пахнет так. Очень хорошо пахнет. Сейчас я покажу, что я с ней делаю. Пахнет так. Продолжение следует...